здравствуйте дорогие подписчики гости которые зашли на мой канал в этом виде в этом видео я объясню как поменять поршневые кольца собрать двигатель назад и подготовить его к запуску начну я самого конца почему почему потому что как обычно бывает с горячки разберешь а потом думаешь как собрать обратно как фильме 12 стульев отец федор в порыве жадности и голода залез на скалу с колбасой а слезть назад он уже не смог если вы уже раскидали двигатель по всему гаражу это видео с самого конца будет для вас полезно поэтому садитесь поудобней мы приступаем если у вас недостаточно времени тогда добавьте это видео в избранное а потом посмотрите в спокойной обстановке внимательно выслушав все советы предыдущем видео я уже говорил о выборе поршневых колец ссылка на него будет в описании этого видео это может быть или рик или т.п. но в моем случае я оставляю оригинал так как замена этих колец на новые нецелесообразно что нужно помнить о кольцах во первых о том что они у нас хрупкие поэтому нужно работать с ними достаточно осторожно во вторых что есть разница между первым вот первое и вторым кольцом третье это что то что на кольцах и есть четкое обозначение где верх а где вниз поскольку любое компрессионное кольцо имеет конусность подготовка замене колец очень важна и лучший друг в ремонте двигателя эта чистота запчасти должны быть сухие не у масли не в пыли в данном случае даже масло будет лишним поскольку она притягивает пыль вначале снимаем кольца и аккуратно вычищаем канавки колец ножом проволокой вот или вот пилочкой для ногтей вот в моем случае можно использовать ватные палочки обмочив их в растворитель но тут уже во сколько хватит вам фантазии так и поступаем и так вычищаем тщательно поршень до состояния которое вас так скажем устроит начинаем одевать кольца самого нижнего маслосъемного кольца сначала одеваем пружинку важно эту пружинку не погнуть потому что если она будет деформирована это будет мешать свободно и двигаться дальше надеваем нижняя уплотнительная кольцо но очень эластичная и заводим замки колец вот видите замок в разные стороны чтобы замки не совпадали то же самое делаем и с компрессионными кольцами чтобы наша компрессия не уходила сквозь замки так следующим устанавливаем второе кольцо если это новое кольцо она в основном имеет черный цвет и отметку букачка t означает топ что означает вверх вот если это бушное кольцо ну ставим значит свое бушное кольцо иногда этих отметок не видно но можем себе запомнить что более матовая поверхность это будет вверх более блестящая шлифована это низ поскольку снизу никаких воздействий на нее не происходит только сверху поэтому ставим второе компрессионное кольцо раздвигая пальцами в разные стороны вот таким образом раз поставили дальше верхнее компрессионное кольцо тут тоже смотрим на отметку вот должна быть букачка т вот она у меня с этой стороны просматривается и опять же вот так растягивая и надеваем замки колец вот видите вот этот замок разводим в разные стороны чтобы они у нас не совпадали если вы ставите новое кольцо вот оно имеет такой красновато бронзовый оттенок и на нем написано 1 то означает первое кольцо топ это означает вверх вот когда мы установили кольца проверяем как они у нас двигаются так если все хорошо тогда можно приступить к установке этого поршня в блок цилиндров для того чтобы ужать кольца поместить их цилиндр мы используем приспособление которое называется обжимка вот но если вы ремонтируетесь в чистом поле можно воспользоваться двумя отвертками но нет гарантии то вы не сломаете кольцо в отношении обжимки она должна быть абсолютно чистая не деформированная и перед тем как ее в нее вставить наш поршень мы смажем поршневые кольца моторным маслом вот таким образом и равномерно распределяем их чтобы было не слишком много не слишком мало так она имеет обжимка две стороны это получается у нас нижняя большая часть это верхняя часть вставляем поршень так маленьким вороточком затягиваем трещотку отлично получается когда нам кажется что уже достаточно запускаем чуть-чуть поршень берем молоток вот таким образом отстукиваем нашу обжимку и дотягиваем чтобы кольца нашли свое место шевелим вправо влево еще можем обстукивать и пробуем еще даже если это возможно вот последний щелчок все мы готовы готовы перейти к нашему блоку но вначале снимем бугель и положим гайки в такое место чтобы их не потерять ну и бугель тоже что-то наложим в область обозначенную номером цилиндра поскольку крышка или бугель подходит только к своему родному шатуну и при сборке у вас должна совпать цифра которая есть на крышке и на шатуне вот видим троечка плотненько вытягиваем чтобы она у нас не улетела по нашему гаражу никуда бугель мы положили обозначенными место гаечки тоже поскольку они имеют редкую резьбу вот так вот должно у нас все выглядеть поршень вот находится на первой стадии теперь перемещаемся ближе к нашему блоку теперь что мы должны сделать прокручиваем коленвал подводим шейку шатуна коленвала в верхнее положение чтобы он сразу стал на свое законное место и вставляем поршень шатуном так чтобы стрелочка указывала на ремень вот так и номер поршня вот я заранее поставил отметочку себе был первым так установим первый цилиндр так вставляем до тех пор пока нижняя часть обжимки не войдет к краям гильзу вот это не очень просто сделать нужно чуть-чуть постукать по ней дальше рукоять и молотка будем забивать вот так если с первого раза у вас не получилось попробуйте еще раз второго раза получится сто процентов следующим ставим следующий поршень например четвертый поскольку шейка уже подведена в верхнее положение ну и так дальше делаем второй и третий и не забываем положить крышку шатуна в отмеченное место с номером цилиндра в противном случае двигатель начнет разваливаться от дисбаланса глазом не моргнете после установки первого и четвертого поршня следует установить крышки шатунов на свои законные места провернуть коленвал чтобы было удобно устанавливать следующие шатуны процесс зажимания гаек тоже очень важный поскольку от него зависит здоровье вашего мотора состояние ваших нервов и отсутствие затрат на последующий ремонт двигателя здесь важно использовать динамометрический ключ соблюдая моменты затяжки ну что продолжаем итак друзья перед тем как начинать что-либо зажимать или замерять нужно идти не в гараж а за компьютер или к сервисному мануалу потому что именно там находится вся информация о моментах затяжки и допусках называется книга honda crv 1995-2001 рус или же сервис мануал honda crv на английском на странице 150 находим момент затяжки крышки шатуна шаг резьбы гайки вот это про которую мы говорили вот здесь информация вся находится у меня мануал на английском поэтому базовый английский обязательный ну или же у кого нет базового английского можно воспользоваться русской книжечкой вот здесь в таблице предоставлены все данные моменты затяжки то же самое 31 в этом видео я не буду показывать замены вкладыша шатуна поскольку по молчанию у меня они в хорошем состоянии хотя снимается вот они очень просто просто смещаем их вот так в сторону и назад чик ставим вот и вся замена вкладышей далее выясняем усилия с которыми должны быть затянуты гайки это должно быть 31 ньютон на метр согласно русскому и английскому мануалу или 3,2 кг на метр что достаточно слабо как может показаться нам на первый взгляд но нет необходимости проверять правильность решения инженеров honda а просто следовать инструкциям выставляем необходимое усилие на шкале на шкале нашего динамометрического ключа вот вот он у меня с одной стороны есть шкала в ньютонометрах вот она с другой стороны в килограммах выставляем необходимое усилие на шкале и фиксируем так чтобы шкала наша не сбилась вот теперь можно идти и зажимать наши шатуны затем как установить крышку необходимо обязательно смазать вкладыши моторным маслом чтобы избежать возможного заклинивания мотора устанавливаем крышку так чтобы крышка на шатуне совпала с цифрой которая у нас особенно хорошо ее видно она находится в задней части мотора получается цифра будет направлена зазоры минимальные здесь в шатуне можно помочь деревянным молоточком или резиновым если у вас есть далее закручиваем гайки пальцами ничего хрустить под ними не должно мягко и легко закручивается когда гайки мы докрутили дожимаем динамометрическим ключом ключом Вот этот щелчок. Если вам кажется, что слабо, можно повторить момент затяжки, но если будете доверять данным, которые написаны в сервисном мануале, хуже вы от этого мотору точно не сделаете. Если перетянете, есть шанс испортить все, что вы так старались и делали. После того, как вы зажмете шатунчик, обязательно из маслюки смазать палец. Палец поршневой, который можно увидеть вот там внизу, прямо туда можно брызнуть и смазать. Я делаю это как можно позже, чтобы обеспечить наименьшее попадание пыли. Ту же самую процедуру проделываем с остальными двумя цилиндрами. Теперь, когда бугеля у нас все зажаты, проверяем, как вращается наш коленвал. Если все в порядке, нет никаких приклиниваний, подошло время для того, чтобы закрыть наш маслоотражатель, поставить маслозаборник и зажать все болтики и гаечки на них. Скажу, что здесь последовательности зажимки болтов нет, но важно соблюдение момента затяжки. Это 9,8 Нм на каждой болтике гаечку. После того, как здесь все закончили, приступим к поддону. Что время зажать наш поддон? Здесь очень важный момент. Важна схема. Так же, как на затяжке головки блока цилиндров, есть очередные затяжки болтов и необходимое усилие. Мануал страница 169 в английском мануале. Несоблюдение очередности момента затяжки грозит вытеканием масла из-под прокладки поддона двигателя и деформацией самого поддона, после чего можете уже извращаться с любыми прокладками, он все равно будет течь. Герметика под прокладкой не нужна, но если вам очень хочется, можете намазать спортивным красным герметиком, чтобы все знали насколько вы суровы и ваш автомобиль. Теперь приступим. Усилие наше будет 12 Нм. Зажимаем первый. Сработало. 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 Далее второй. Третий. Сработало. Есть. Четвертый. Пятый. И последний. Пятый. И последний. Шестой. Есть. Все. Теперь зажимаем все болтики по кругу. И пиль наш собран. Пришло время соединить мотор воедино. Зажать головку блока цилиндров. Отрегулировать клапана. Выставить ремень. Присоединить впуск и выпуск. Но об этом уже в следующем видео. Поэтому подписывайтесь. И смотрите на нас на нашем канале. Всем вам удачи и ровных дорог. Пока. 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 Пока.